ну что же дорогие друзья вот мы подобрались к финалу финалу последней квалификация турнира nvidia esl квалификация между двумя командами команд и dogma gaming обе команды показать себя просто шикарны пронеслись так сказать голопом по противникам и вышли в финале еще раз напомню кто подключился сейчас или кто не знает за первое место команд получает 100 долларов второе место получает 50 долларов но главное это выход в основной тур кого призовой фонд будет полторы тысячи долларов за это стоит поиграть за это стоит побороться формат игры best of one и перейдем банам и пикам баны классические уже вижу я войда это понятно бане джиггернаута просто dogma gaming сыграли джиггернауте последние две игры которые я лицезрел очень классно шикарно и ровно смотрим что мы еще имеем алхимика в бане и шадоу демона тоже вполне себе очевидно шедево у нас шикарный саппорт он у микро дизрабши но главное это его ульт и соул кейчер который делал дополнительный урод замечу к матче взяли первым пиком кунку возможность было выбрать другие персонажи гораздо больше видимо будем играть от кунки будем играть от крестов мы увидим хорошие торренты увидим эти корабли которые будут рассекать вражескую команду я более чем уверен если вы берете кунку вы должны быть на сто процентов уверен что ты играете на нем хорошо иначе потерять возможность с первого пика взяв до любого другого эффективного персонажа возьмите элдер титана который контрит у оракла вот вот тоже его сразу же dogma gaming берет оракл и берет огрмага третий раз подряд на моих глазах они берут их видимо честно dogma gaming имеет нужно было просто иметь бани сразу же ну хотя вот забанили до джиггернаута видимо все таки команде смотрели трансляцию или просто знают что нужно банить этого кэри ну что второй пик нужно контрить оракла и огра контриться двумя вариантами это или сайленсором а лучше всего монобёрном кто у нас хорошо монобёрнет ну например любой кэри с диффузами ближний бой но это так это ситуативно а по факту можно взять сайленсором можно взять опять же в мид о д как бы это бы не звучало но да он все равно затащит он по крайней мере ультом выжгет ману для огра это вообще просто сравнив потерей двух голов что без маны он особо ничего не сделать будет бегать и махать своей дубинкой и вот команды перезадумались минута 40 другой вариант другой вариант взять хорошего хардлайнер который не будет проседать и будет мешать кэри выформиться кто у нас терпит нюки кто у нас терпит вот эти унижения так сказать терпит у нас эскейперы можно было взять даже вивера когда ты видишь что вогр тебе кидает горение вот это гнейт вроде как я правильно помню уходишь в инвиз видишь в тебя летит это фортунэнд уходишь в инвиз любой непонятной ситуации уходишь в инвиз и при этом ты имеешь ренджевый персонаж они тебе не подойдут огру нужно расстояние а ораклу по крайней мере нужно время за это время можно будет уже быстро 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 и убежать так что как по мне один из вариантов берут акса вот хороший вопрос он лесной и будет выходить в триплу или его отправили в сложную сложно ему точно будет хана я оставлю это как в прошлой игре взяли тимбера в мид это как по мне был вообще сущий бред против удэшки брать тимбера ужасно и плохо как вы считаете зрители пишите кто куда пойдет и кого следует взять пообщаемся помните я читаю чат вы для нас самое важное 3 бан от команды dogma gaming уходят на дополнительное время виде чувствуете что в прошлых играх пик или достаточно быстро это уже финал здесь стоит перезадуматься да маленький призовый фонд это как бы такая положительная часть на это главное это все-таки пробиться получить шанс поиграть за полторы тысячи долларов как я понимаю 1000 долларов будет за первое место будет потом 500 долларов за второе ух дохода на это будет посмотреть третий банк третий банк ждем в ответ кого же банить кунка и акс кунка скорее всего контрить он как у нас выходит этакий саппорт банят бруду боятся пуша сильно бояться пуша ну да соглашусь потому что алгор мак очень будет проседать под крипами у него нюк на конкретно кого-то оракл тоже так что боятся вот этой стаи пауков нужно они еще догонят заедят и не отпустят 3 банка манчи должны забанить керри керри который будет портить игру вот так слегка не догадаешься керри достаточно много даже март редко мы видели в прошлых играх от догмы она показалась я просто эти криты казалось бы когда трекса уже доминирует кстати про трекса не стоит забывать но байн хускара байн хускара как по мне относительно вариант вряд ли бы догма взяла пускара здесь он не так смотрит не так эффективно к тому же в лейте он может проиграть банит ответ с ларка это правильно тоже этот кат под индивизом выжгит всех саппортов и драться будет невозможно можно еще конечно взять реки ну и реки попробовать выформить в керри но нет невероятно нужна трекса баня то дешку мид баня то д это правильное решение очень и очень правильное решение как вариант в мид еще остается нас инвокер к отойдем от темы сквери подумаем немного про мид также у нас остается кимберсов вот сейчас более-менее еще можно вряд ли кто-то уже будет хоть даже тоже дом или команды и брать еще ну догма точно точно доме сейчас я хотел сказать брать сальцер как саппорта они вот правит мид а там теперь будет более-менее комфортно стоять против него дождемся решение команды догмы не слишком огромный вариант им нужен хард лейнер хард лейнер с учетом что тут дарксер не подойдет с учетом нюка потому что я уже представляю что например кунка акс в трипле там будет кому-нибудь кэри я бы вот взял бы траксу вот сейчас бы для команды я взял бы траксу собрал бы и фаст бкб на бы число себя комфортно убивая оракла огра и еще кого-нибудь в плане почему траксу кунка кидать крест попадает торрентом подбегать за это время акс сэнт кинга за него же все время банили а теперь попадает возможность взять токби гейминг сэнт кинг сэнт кинг может отправиться у нас что в сложную что в лес но вряд ли ораку отправиться до скрыть у нас сложную морф морф снова морф в этот раз надеюсь против долгу морф сможет затащить он в прошлой игре показался более-менее нормально но не хватило не хватило мощи этому водяному дроу рейджер берет нас dogma гейминг водка мальчат ошиблись вы выборе как по мне неправильно хотя хотя команде смогут раскрыть ребята более-менее опытные все-таки составчик у них хороший для таких турниров посмотрим вот здесь будет динамика что dogma гейминг что команде будут играть на максимуме своих сил сжимать из себя все пять секунд остается до основного времени у команды я еще не вижу саппорта ой у харды харду кто у нас пойдет аксель отправлять карту вообще безумие вот как в прошлой игре отправили тейт хантера вообще было бесполезный бедняга пришлось ему бегать прошлой игре команда проиграла против догмы и за счет неправильности виверна не уж что вы хотите отправить виверну в харду и скорее всего да имеет и отправлять нельзя да и не рекомендуется морф это скрепляться с кунг и саксом он будет под конец закатывается и бить под перекачаться в ловкость чтоб круткой акса слабили противника может делать дополнительные удары но если отправят акса в сложную баня тинкера это все команд чем это как по мне траты что будет делать он будет стоять и крутиться стоять он будет против против двух ранджовых персонажей вот просто невероятно убить акс у кого-либо в том числе и крипов максимум только под вышкой но 5 секунд до последнего бана банить нужно мидера банят медузу ну может быть была бы медуза и миду но инвокер я третий раз прошу от догма гейминг или они умеют о нем играть или его просто не хотят я уже вижу как здесь он ветрами раскидывает пол команды как он кинкастует емп и как в этот момент с кинка открывается за это время друг рейнджер уже начинает стрелять ну опять же я лик ситуации не бывает лучше перестраховаться и греться двойца паншу опять же карпабелос будет эффективно за счет ринджа за счет сала но самое главное за счет ульты и она сможет нести дэм и что мужем и инвокер от каманчи но наконец-то я увижу этого пафосного блондина в миду чем ответить инвокеру инвокеру нужно отвечать вот я бы сейчас сказал битрайдер да вот только нет вряд ли кто-то из саппортизов придет гонгать разве что сэнд кинг инвокера можно убить за счет нюка за счет урона строки вряд ли он еще если пойдет через бекс экзор то он еще в качает себя лакрити он чуть и набьет вот еще неожиданно когда ты захочешь инвокер и бить с руки даже троу рейджер а инвокер за счет так сказать буста виде скорости атаки и дэмэджа тебя сам наваляет еще в догоночку колд снайпом шлифанет 10 секунд основного дополнительно уже 5 секунд 5 секунд дополнительное время это шторм спирит спиртозлайз давно-то парни видел против инвокера очень сильно зайдет в плане того что и скепить шторм каждый почти скилл инвокера вы прекрасно понимаете но убить ему будет тяжело но спадмогу он думаю справится до счета то что мешать мешать инвокеру брать пассивкой кидать в инвок азаке линдинать крипов всех скорее всего рассчитана это ну что ж игра началась начну с представления команд чинэй доктор играет 1 2 3 4 5 на акс играет хакон на морфик играет топи на витровей играет симс гуд и у нас убежал уже наш парень куда на мид правильно это у нас триггер на кунге так здесь райс на сент кинге будет стоять опять в сложное опять наш минусик играет на кэри саппортит ему арараги арараги очередной раз он саппортит вид у нас должен отправиться единого и огор на лео кук хух ну да вполне себе очевидно же представляю линия ну долго мне больше нравится у команды конечно есть есть у них такая изюминка виден в локер виде кунгин опять же реализация этого должна быть очень правильный и прямой без этого все будет плохо чтобы плохо на всех ну ладно и двор в любом случае застоит против шрама терпимо не в сухую он там выиграет но убить будет сложно ведь будет сложно здесь у нас летают торренты торренты у нас летает куда-то неизвестно него думали что это будет пытаться забрать и кто будет забирать а сент кинг максимум это это можно сказать чистый суицид или он будет или он будет сейчас подкопить не назначено не будет забирать разменяются мидера у нас на руны что спирит инвокер пишите дорогие друзья все что хотите я смотрю чат если вам что-то не нравится даже русская звучка тихо слышно меня или какие-то маленькие нюансы все исправим специально для вас не стесняйтесь пишите мой глаз нацелен на чат хит-бокса так здесь у нас торрент кунка пытается по торрентом что-то сделать да вот только получается как-то не очень а гормак здесь просто рофлит рофл устраивает у нас здесь такой фановый шторм спирит у нас с инвокером но здесь в эту даблу мы уже видели в прошлой игре инвокеру будет неприятно очень неприятно кунка особо ничем не поможет максимум только торрентом это вообще максимум тут вивера у нас с райзом симс год просто побьют друг друга это макс что может санкинг выучил пассивку на первом уровне не знаю как если прячься в ходу лучше все-таки эскейп учить даже тот же инвиз был бы как по мне гораздо выгоднее тракса у нас стоит здесь на лайне вообще никто не мешает у команды чистый хард сами видите никто здесь никому не мешает инвокер на меду остался пока один на один со штормом а вот акс фармит леса акс фармит леса акунка бегает нас пытается подцепить но только чем подцепить я вообще не знаю пока он тратит время откроем игровую общую ценность сразу же начнем с этого сейчас будет важно больше не клип стата кто по голде выруливать на первых секундах как мы видим шторм спириты такса пока лидирует инвокер наступает на пятки шторму а морф траксе впритык пока все идет очень-очень-очень близко друг к другу перейдем мы на линию и опять так все увижу что и точно не говорит вообще никто суда не собирается оракал здесь делает свободная отвода а вот огармак пытался сейчас подцепить здесь инвокера в него три четыре пять парниш у нас бежит за руной а руну то уже забрал забирать 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 давай рараги они туставляют умру как вообще шикарно складывается ситуация для команды догма акс почти у нас отправился в мирной опасно играет парень скорее всего он отдастся уже все затарил все этим у ничего до отправляется на мину пробежала виверна начинает она актив артик бёрном выжигать бедняги а груну он остается он остается жив особо я не удивлялся что как-то смогли бы его забрать инвокер у нас экзортовый класс экзортов идет через фарджей колдснеп и да 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 забей нас отсрай колдснеп здесь назначен должен быть колдснеп ну микроконтроль здесь у нас начинается попытка заденать кто кто лучше заденает крипа и бутылка я услышал кто-то привязывал что он спирита есть работал они все вышка сейчас ой как быстро упадет вот это зря ставить трексу это очень плохая затея ставить трексу одну вообще дрянь идея откидывается на трекса и вот наконец-то хоть кто-то пришел мешать это биверна она сможет у нее сильного атака причем у нее хочу заметить arctic burn выжигает здоровье в процентном соотношении что является наилучшим и я логата здесь опасно сейчас можно сказать здесь уже сейчас будут колдснепа arctic burn хотя бы еще один раз наплюнуть то надо было угру нет не будет здесь и 2 к решил погоняться за килом и как по мне а нет он дефицит дефицит он урон хочет забрать в этот раз баунтиру на получают у нас здесь инвокер и парень идет нами это dd получит у нас в миду штурм спирит еще заполнен бутылку да все что он призабирает это будки попытка забрать я сомневаюсь а вот нижнюю вышку сейчас очень быстро запушит но вот опять говорят запушить так фастово стоит ли придется теперь бегать за клипами далеко а там могут и подцепить или видно хочет фортуна энд уже летит фортуна энд а летит ну отлично стан пошел две секунды можно было выйти огру огар вышел бы дал замедление и там тракса бы уже настакала ну вторая попытка второй шанс забрать sims good выходит может можем могут могут убить нужно быстрее пока не прибежал инвокер 1 2 3 4 5 уже бежит и уходит sims good у нас ступает он видел что враги достаточно близко он ведет вогра и дров рейнджер забирают вышку тем самым увеличивая свой нет ворсик тем временем райс райс как особо не может помешать чапи вот вопрос опять же сэнд кинг могли бы взять и хардлайнера получше я бы выбрал что уже при стал бека он выше по нему хотя бы забирать крипов дарксир плана а здесь бы делаться на стайке а потом их фастом забрать ну да про стайки тоже не стоит забывать посмотрим на маленькую статистику 400 золотых преимущество команды добра но сами 400 золотых это вот это одна вышка остальное все идет очень и очень в притирочку сам кинг тут неплохо должен подфармить на за счет пассив очки он получает ну нет не получает так идеально золото здесь sims good делает стаки на н шатах забирать кто будет будет играть скорее всего инвокер да пока у него прислать такая возможность за счет крипов за счет так сказать экзортов собирать стаки нижнюю он убежит контрить у нас что он спирит единово не до забирать баунти сам бегает по dd получает он по ташечку и там кажется будет выход на трексу команда команды собираются подцепить трексу вот это да вот это я хочу посмотреть как они будут спать под радаром видели что здесь отводе ким так сам может сейчас попасться была пока манчи они уж снимут аскальп с нее что из выйдет особо не чем стало даже не выучено хотя бы оттолкнуть вот чаще сейчас смотрите смотрите подцепят подцепят подцепит наш минус ну все смотрим кидаются торрент попадается у нас другое построить это сам страйк крутится здесь нас хакон и фб изи килл первая кровь и вот ваша вышка сейчас разница упадет да ну ля зря 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 так нагло спушили ну хотели получили зато другие линии стали посвободнее динома получил маленький буст в золоте что ноги вы видите на этого же 2 100 аж 1 3 500 но за убийство акс выходит у нас на первое место по фарму а он забирает энд что федум оставить инвокер но нет акс делать нас может сказать фаз даггер восьмой минуте он умеет и видите франк виллы и даггер это очень хороший результат очень сильный показатель soul ринг у нас собирает штурм спирит и даггер да у акса сент кинг остается один на один с чапи но он ему тоже ничего не сделать это вообще просто бесполезно на виду тишь до гладь весь на секс он почему-то начался в лицах что спирит тоже решил по фармить но ребята видите делают отводы делают стаки как помню это очень чувствуется командный пролисты игры так здесь у нас почти почти подцепили виверну кунка кидал на здесь торн попробует уйти в инвиз сможет ли успеть здесь огар огар не успевает выдать стан печальником немного печальника но и ладни ну и ладно верно ставит здесь у нас вард но ничего она раздевардить не может не хватает чуть-чуть ринжа пару всего лишь пикселей даб сервера затишье нет это не нравится я не чувствую сангодоты где эти драки на восьмой минуте где эти выходы мы превращаемся в китайскую доту со смоками попытками найти кого-нибудь в лесах ну ладно почему бы нет если все-таки ставка есть деньги все-таки хода получить маленький но приятный бонус почему бы нет почему бы и не постараться как он здесь у нас так под инвизом может он кстати встретить встретить и встречает он здесь что спирта что спирт уходит на даггере на раги бежит тут дает замедление по хакону не будет уже даггер он горит кидается у нас здесь крест крест попадает вое очень его получать на сильный раз к 100 гормак здесь у нас санкин делать неплохой подкоп тракса набивает но его подхиливают подхиливают просто фул здоровья выхиливают аксу якс пытается убежать будет ли под коп еще один да будет под коп разменяли виверну акса 2 на 1 неплохо догма сыграна очень неплохо по итогам боя может посмотреть что 75 золотых получает команда догма а команде теряют сотню но главное это опыт 1200 опыта больше получил санкинг и тракса санкингу это надо санкинг будет у нас под копами вот он не учил он учит у нас только пассивочку яд а вот мне больше интересно дроу рейнджер на что имеет может маск смотрите как пошла у нас даму не через манту а через сразу через доминатор да это будет доминатор оракал берет на стомов кноу лишь а огор клап огор мак получает у нас арканы аксик 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 акс ищет свою цель найдет он и я сомневаюсь он находится слишком далеко от всех врагов вот стром спирит может ли он прилететь может попробовать подцепить не знаю главный момент вот сейчас будет здесь арараги будут ли цеплять или забатит здесь огор мак а нет вообще никто не будет никого бать никого цеплять командчик просто уходят подальше под смоками на бедную и несчастную дроу рейнджер который стоит она но на чувствует момент она уже убегает она уже дала дёру под радаром проверили силы тьмы и сейчас может быть встреча в лесу встреча в лесу может быть кончаются с маке и да выход в лес огор мак опять под раздачу бедняга только не огра не трожьте огра он ни в чем а смотрите-ка не получается подруга кидается замедление дроу рейнджер кидает сала начинает бить виверну можно убить виверну очень даже легко убить виверну да убьют виверну жертвует собой будет ли дальше погоня нет нет убили виверну неудачный смоки трата времени и потеря саппорта это плохо 305 за 1468 опыта в общей сумме нельзя так и зовут смоки смоки лорщина чтоб ты вышел и убил гарантированно тут ты не только не убил но еще и умер что сейчас пока разница будет за командой дома преимущество данного преимущество небольшой вышка сейчас здесь тоже будет падать летит на помощь команде чем здесь уже виверна у нее есть ульт почти у всех есть ульт так что будет интересно понаблюдать за дракой вот так у нас санкинг не выучил не знаю понимать что мета метой но как же без ульты так залетал здесь у нас на огра кидается санстрайк и бедняга умирает а там драка начинается летит нас здесь уже корабль корабль у нас попадает до попадают он сэви от сэви трекса очень хорошо сэви тарараги драка продолжится что спит может побьет но нет ему нужно уходить далеко он не ушел блин попадается у нас под агар хакон крутится тракса бьет бьет тракса замедлять бьет именно аккуратно старается но пока еще ни разу не пропустил окон почти убили и ульт на траксу на наш минусик посмотрите а санкинга то не было в драке не было стана сающего так бы может быть чего-нибудь да и получилось можно даже было так сказать отомстить но праги засейвил траксу это можно посчитать его просто пять с плюсом вовремя засейвил рассчитал силы то что бывают такие ситуации когда саппорты на ораклах сразу же как драка начинается юзают ульт ну нельзя так нужно подождать немного варианта или дождаться пока у тебя с не останется лоха пэй ты кидаешь ульт чтобы растянуть максимально или дождать когда у твоего кэри или кого-то сэвиш останется мало хп и только тогда кидать пульт все-таки это очень и очень важно правильно по таймингу рассчитать скилл это решает ничего не менее да вот у нас здесь дроу рейнджер выфармливается в лесу и насмотрит сколько на выфармливается что она уже на третьей строчке и опять пауза заметьте видите как more с акцем неплохо расформились будет у нас здесь кратковременно и преимущество 3000 золотых у команды команд чей ну что догма не сможет пройти команды обойдут и все-таки как-никак 13 минута туже заканчивается начальная стадии даты орли гейм пока пробежимся по затару кунка типичный кунка для нынешнего времени у нас не кей у нас саппорт инициатор ловит крестами кидает торрентов и покупает варды так что затар у него не велик не велик у него затара проверим зато затара дроу рейнджер вы знаете верны здесь у нас также ботиночка же варды так что саппорта типичные саппорты больше ничего не добавил инвокера и ноги с мидасом вот и дает понять что он собирается фармит от далеко и надолго что ж ладно пусть его будет ваякс у нас с даггером с транквилами и сарен талонов еще имеет 200 золотых вы кажется к нему что-то летит и таксу до летит у него витальти бустер ring of health это у нас будет вангвард и на последнем месте у нас морф у него же есть персик это будет у нас линка однозначно акфила дополнительная сказать урон статы и броня неплохо неплохо для морфа на 13 минуте о горбак умеет у нас арканы и веточки ну слишком 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 все просто сэнт кинг у нас tranquilo соу ринг талон шторм спирит нет соу лыбинки мирную талисман конкретного и чего у него не вижу сурин скорее всего нам нужен для старой доброй блудстона он же вроде у нас так теперь собирается я проверю перед вами до соу ринг максимум только на это нужен и последний у нас замыкает здесь урок тоже на саппортит тут же ворды тут же ботиночек тут же у нас еще на дэв капелька рейндроп и последний замыкает тут что точно замыкает у нас дров рейнджер дров рейнджер ogre club bento в скин и пт с аквилой все типично ничего экстраординарного и здесь не вижу и жду когда уже все при подключиться и продолжит думаю вы тоже этого ждете что еще посмотреть по статистике давайте посмотрим кто у нас лучше всего за динал за эту игру 100 14 скрипов у нас у морфа 22 за динал 104 у нас у трексы 9 за динал 100 у акса и 99 у что спирита так сказать топчик ну давайте за еще 62 крипа down walker закроем топ-5 общая ценность наш 6200 золото у акса 6300 как странно а 6500 из 500 извиняюсь поправочкой 6300 у арфа 6100 у трексы и 5600 у что он спирита ребят давайте давайте не стоит затягивать не стоит затягивать такие моменты когда уже финальная игра напряжение нарастают играли там почти по 6 часов в общей сумме обе команды вроде и отдохнуть доходы и поспать так что пора и начинать да все вот пишут гол я тоже думаю уже нужно нужно определиться у нас с победителями этого так сказать квалификации этих отборочных и вот это был счет на 15 минуте 34 пока все играет осторожно стараются и бузы и смоки кого-то подцепить кого-то там загнать добить ну мне это нравится и при этом немного таки раздражает смотреть на красивые выходы охота но чаще вот пока вы видели выходы у нас ходит в пустую так сказать никуда а здесь неплохо у нас подфармливает за счет своей пассивки от кунка кунка у нас вообще до без сплэш дэмэджа фармящий морф это вообще само собой парень должен держать свой топ отфармливать каждого крипа а здесь у нас ара раки расставляет варды занимается запор своим делом потому что без вот когда саппорта саппорта есть это не чувствуешь как саппорта нет и сразу понимаешь чего тебе не хватает такая маленькая истина и верно тоже у нас здесь между делом расставляет варды чекает линию но ничего особого она здесь не находит скорее сейчас придет стать еще последний свой вар ставить должна в лес или под рэшана или в лес все-таки верхнюю башню у нас тем временем атакует дроу рейнджер принесемся к ней здесь начинается рака кунка кидает у нас здесь пацаны кинга кинга убьет а тракса забирает вышку справедливо справедливо главное чтоб дроу рейнджер сейчас не умела не умерла да не умрет убежит уже здесь бежать 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 и только бежать и в ответ забирают нижнюю линию летит уже шторм спирит сюда летит орагол сюда и тракса шторм спирит попадает под ультвиверные начинают уходить на т-паут хорошее сало но не спасает не спасает сало у нас не сбывает тп-шечки как бы по смыслу логично тут уже произнес заклинание и не собьешь с бить никак акс тоже решил вместе с командой здесь подпушить вместе с морфом вместе с кункой но все вышка упала так что для долг мы сейчас был минус минус еще черный минус они вроде и вышку там забрали потеряли саппорта а здесь никого не подцепили вот если бы здесь хотя бы убили инвокера даже виверну лучше так что было виверну шапада не контрол ультом было все просто шикарно смотрите-ка здесь виверна хотела крипа видимо заживать но нет спалилась и сейчас здесь угонят у него хоста догони эту летающую виверну скорее всего сейчас будет здесь выход то попытка забрать стаки вот эти наделаны и вот ставится варту на суда чтобы контрить врагов перемещения их на топе тишина затишье больше я не могу вам ничего добавить было у нас там маленькая стычка за вышки но пока каманчи наращивают свое преимущество тракса тоже тракса она он старается с кожи вон лезет лезет форме то у неё нетворца 8000 8100 уже она даже обгоняет акса в некоторые моменты если что акс крутится как черт и обогнать его достаточно сложно то драйв рейнджер выводит себя на износ на износ так что шансы есть шансы вполне таки есть у команды догма главное провести хорошую драку если вы проводите плохую драку в 20 минуте можно уже плавно закругляться надежда на камбэк становится меньше меньше и меньше пока лидирует каманчи это вы сами прекрасно видите это очевидно и бесспорно аж у нас видите как получает быстро золото за счет энджентов сейчас он заберет двух основных голема с драконом и все прибавку него голде будет очень большая обойду снова трексу забираю да и вот вы видите 8600 теперь нетворца у акса роша на рошу пропикала команда каманчей только забирать они его пока не будут тут забирать в ответ сами стаки тракса тоже старается забрать но вот видите маленькое неудобство рошан расположен все-таки ближе ближе к стороне тьмы можно сразу же быстренько заформить можно сказать раз так два стаки добить его рошаном а вот пройден там нет такой возможности да они могут здесь пофармить но здесь фармят в основном редко смоки ну что будет рошан ну что прочувствовали арараги идет у нас как бы в авангарде за чекать чекают лес чтобы в обхода не было вют руну в баунти в лесу у нас от каманчи стоит только акс курица можно противо у него есть даггер нужно там действовать очень быстро и деликатно все уже уходит здесь и здесь и здесь прочекали нету 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 рошана иду дальше все-таки подцепят акса или нет интересно интересно хакон да давай штром спирит отлично залетел засти торрент санкинг делать нас подкоп быстро убивает хакона но нет байк мэл тут же хил тут же стан у нас по огар магу тут у нас санкин хилится здесь у нас залетает морф уже минус 40 проседали нас по здоровью огар огар тоже у нас должен отъезжать все отъезжает у нас еще санкинг остается только штром спирит и тракса такса тоже у нас умирают ракса убивают и о боже три полки и серия это кажется фэйл еще шторма шторма нет много mp у него конечно был в том он динает себя но и правильно понимал что не уйдет и это значит что команда каманчи вот этот дикий морф он здесь уже начинает доминировать и забирается рожек вашей гаде заберется вполне себе понятно по каким причинам пока вся команда была товаре они пока устанавливают свои силы всем они не пойдут кидают еще сам страйк здесь чтобы наверняка 4 урона рожан нанести но он умрет 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 даже говорить не надо ничего лишнего комментировать уверенно если что подхилит и уходит на базу под крестом а егес не уж то будет забрать у нас и верно что что швы что швы давай инвокер ну да молодец так это все правильно инвокер готов на рассказ пока мы видим у инвокера что квас экзорт экзорт уже замачен значит что у нас фарджи бьют очень сильно и лакрити будет давать дополнительный дэмэдж а лакрити у нас дает дополни сколько 115 урона очень неплохо таки учитывая что у самого основной урон 122 учитывая агоним извиняю эту автологию быстро можно переключаться на инвокер так что инвокер сейчас на кураже виде кэри не виде нюкера и инициатора именно кружи то он ловят арараги араги убирает просто быстрее от санстрайк его пытается добить и это его добивает убивает его вверх на sims good делает артик бёрн и убивает его сейчас интересно троксас может что-нибудь идет вроде у нее даже есть это копье господи я уже тут что-то задумался за тоже немножко засыпая после длительного стрима но для вас дорогие друзья всегда всегда мы стримим круглые сутки как только стрим так мы сразу берем за него пушится у нас нижняя вышка и давится чапи заметьте инвокер еще правильно раздает а лакрити не себе а своим союзникам особенно морфу учитывая если он перелется максимально в ловкость в агил он просто будет ломать во фарджа и вышка падает должен обязательно шторм спирит здесь трекса набивает инвокер должен забатить у ленка то засейвила очень неплохо засейвила морфа драка продолжается подцепили здесь арараги арараги потерял уже половину здоровья и вышка падает делается подкоп очень неплохой взлетает шторм спирит чапи живет здесь у нас 1 2 3 4 5 готовить нюк ну же давай бласт пошел бласт хорошо законтрили райза драка то продолжается проседает догма и пауза убили по крайней мере у нас виберну вылетели у нас сэнд кинг и тракса дроп их дропнул ну ах что делать тракса то все равно умрет здесь уже ахс про юзал берсеркал дров рейджер теряет свою ульту если кто-то находится рядом так что все габен да решил решил сорвать турнир ах ты хитрый габен агенты габена работают повсюду морф уже сейчас будет набивать так все таксо здесь нас однозначно быстро умрет тесно ситуация страйза вроде ему несут достаточно дэвид же чтобы он умер никто его не хилял то способа вы не хилял оракла уже не хватает маны и что он вроде кинул фортул а нет он кинул это правильно прочитаемый профиль флеймс накинул на инвокер инвокер аегис вообще не страшно этого он добьет нас назначена сеткинга он уже считаете минус можно начинать честно уже можно читать сеткинг ничего здесь не за решает он может максимально не подкоп него есть под копе дагер может быть и выживет но вот посмотрим форджи уже собираются бить вроде да гейм в бреди ну что ж началась смотрим момент посмотрим мы из-за райзов райси делает подкоп под копать под акса на гуру траксу здесь назначенную бьют раз нас тоже умирает умирает оракл и пушится вышка вылетает у нас еще оракл на переподключение минус у нас будет сторона сторона нужно больше больше золота забирать к манчим снимать как можно больше скальпелей с врагов придано собрану стакунка откидался кидают он крест пытается здесь не знает западе так сказать что ли шторм спирита из пушевут линию нужно давить дальше нужно давить дальше это вполне очевидный факт с половиной тысяч метр сколько звуки 2600 он еще даже мидас не привезла сейчас он прорезает мидас и гадается на самом толстом крепеж то получить побольше опыта да вот на сатире сейчас у нас мидасик зайдет не знаю как по мне нужно было правильно биться по цитируем учителя но ладно может быть это был низ клик топ топ здесь у нас морф ведет ведет стаю грипов у него заметьте 600 голды у него есть линка у него и dragon lens и я же когда будет манта там все очень будет печально его не поймаешь 206 если еще инвокер накинет алакрити просто от стопа был если у него релокейт релокейта нету просто идет на отрывала тут смотрите-ка шанс перезалетел на кунку кунка постарается на подраться тут прилетает уже морф может не хочет торрент летит почти был близко и здесь пробегает ракса у нас и подцепили подцепили кого подцепили оракла но недостаточно недостаточно чтобы его убить нужно вывести двокер реализация египса раскастовать на нюх да инвокер прибегаться он залетает ульт почти таки весь входит в инвокера но инвокер живет инвокер даже отхилится сейчас очень неплохо нужно квасы прожать квасы квасы дружище так кунка вернется с буквально с минуты на минуту инвокер байтит уже упала почти последняя вышка из т2 инвокер заходит инвокер готовится на торнадо он близует аегис просто для того чтобы и оснуться назовем это так здесь морф бьет торнадо готова метеор тоже готов викса слабенький но все-таки зайду так подцепили траксу что он спит вообще взлетает терять омп и пушится вышка дальше уже вышки то даже точнее нет метеор заходят под огра огар еще живет огру дают стан берутся что спирт залетаю так заканчивая дело убиваю гортракса тоже у нас мертва орако у нас тоже снова мертв акс просто никого не щадит и отступают отступает немного командчи попытается убить здесь райза в догонку и отступают ступит дается бласт не знаю куда и трое мертвы без байба как джи пи да здесь уже нечего тянуть и что ж поздравляю командчи со 100 долларов в кармане и гарантированным местом в основном ивенте ну что ж дорогие друзья было очень очень приятно с вами стриме что вы нас смотрели не забывайте это в активе и с вами был павел и упс украшения украшения Продолжение следует... 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 Продолжение следует...